Привет, меня зовут Эндрю Ренка, это студия Кварти Рекордс. Сегодня у меня неофициальное видео, я выгляжу совсем неофициально, но я хочу поговорить о одной маленькой теме, которая называется рассылки. Рассылки в поиске новых клиентов. Рассылки это то, чем я вынужден заниматься, чтобы найти новых клиентов, чтобы у меня была работа, и я мог жить, как все люди, работать и наслаждаться, в общем, плодами своей работы. Мне очень нравится фраза, которая звучит так, что «помоги людям исполнить их мечты, и они помогут тебе исполнить твои». Это моя позиция номер один, деньги меня не мотивируют. Мотивируют, но только когда прям совсем жопа, естественно, это всех мотивирует, когда прям совсем жопа. Но я хотел бы сказать, что меня мотивирует в основном помочь людям исполнить их мечту о том, что они хотят крутой трек, они хотят, чтобы слушатели слушали их трек и кайфовали. Вот. И потом второе по важности – это, естественно, заниматься своим делом, развиваться, становиться лучше и все такое. Потому что жизнь идет, нам надо развиваться, преуспевать и реализовывать себя. Вот. Потому я вынужден делать рассылку, но у меня присутствует некоторый страх и стеснение. Когда я делаю рассылку, особенно если это какие-то большие группы, стеснение просто потому, что я не знаю. Вот страх и стеснение, они вместе работают. Я бы не сказал, что я их как-то разделяю. Они вместе работают, создают такое неприятное чувство, когда ты делаешь рассылку, что вот тебя пошлют, что вот ты плохой, ты мешаешь людям, ты им надоедаешь, они вот стараются делать свое творчество, а ты как бы приходишь на них, хочешь заработать. И вот эти как-то мысли, они так сидят в голове, и это как... Как это там, синдром самозванца или как? Когда ты считаешь, что ты там, например, чего-то не заслуживаешь, что тебе кажется, что ты получил это незаконно как-то, что ты недостоин чего-то. И вот здесь срабатывает тоже. Я хочу предлагать людям хорошие услуги. У меня есть достаточно неплохой опыт, уже 5 лет занимаюсь дистанционным вот этим всем сведением, мастерами редактуры, пастпродакшн, бла-бла-бла. И все это время я развивался, старался, чтобы лучше работать с клиентом, предоставлять лучшие услуги, развивать свое место, в котором я работаю. У меня домашняя студия. И по сути, я вроде как головой понимаю, что, типа, чувак, ты достоин работы с хорошими клиентами, не с там... Ну, с клиентами продвинутыми, например, какими-то отечественными хорошими СНГ группами. Пусть тот же нынче нашумевший Outcast, Slot и так далее. Хорошая отечественная группа. Я считаю, что я достойен, как бы, работать с ними. Но с другой стороны, когда дело доходит до рассылки, у меня как-то вот стопорит. Я должен, как правило, рассылку это делать через силу. Потому что кажется, что... Вот когда я делаю рассылку, мне вот кажется, что я плохой, что я делаю что-то плохое. Хотя, по сути, я просто пытаюсь найти себе работу. Найти себе работу, которую большинство людей, в принципе, не ищет. Потому что большинство людей работает, как ни крути, на наёмных работах. На наёмных работах тебе находят работу вместо тебя. Тебе говорят, иди и делай то. Здесь, в своём ремесле... И да, я не называю своё дело бизнес, потому что я не отношусь к своему делу как к бизнесу. Если бы я относился к своему делу как к бизнесу, то мне, наверное, было бы проще. Потому что я бы относился к этому всему, как к цифрах на бумажке. То есть, столько инвестиций, столько возврата инвестиций, окупилось, не окупилось, давай ещё, либо закрываемся. Но это моё дело, я живу этим, и потому для меня очень важно это всё. Важно, чтобы моё дело не вызывало у меня такого какого-то страха дурацкого. И потому, если, наверное, кто-то будет недоволен моей рассылкой, все недовольны, даже я, когда мне что-то присылают, мне как-то всегда сразу какая-то агрессия срабатывает. Как будто, вот, ты пришёл, хочешь на мне заработать. Не всегда это так. И... Я понимаю такую реакцию, но, в общем, всё, что я хочу сказать, это то, что это необходимое зло для моей жизни, если говорить эгоистично, потому что по факту я не смогу выжить без клиентов. Никто не сможет. Если вы где-то работаете в какой-то фирме, ваша фирма не сможет выжить без клиентов. Все мы создаём круговорот денег, ресурсов и всё такое. Потому рассылки – это необходимое зло. И надеюсь, что вы не будете злиться на то, что вам кто-то что-то в рассылках предлагает. Пусть это сухая, безликая рассылка, но человек, возможно, просто хочет найти работу, и он может действительно хотеть дать тебе хорошую услугу, прежде всего. хорошую услугу. Возможно, у него приоритет в реализации себя, а не в том, чтобы заработать денег или обмануть как-то тебя. Вот. Потому вот такая мысль. Спасибо всем, кто посмотрел. И если вам делают какую-то рассылку, то не быкуйте сильно, потому что я объясню, почему. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Продолжение следует...